Девушки отдыхают Пацаны и 13% девчонок, это канал Михеев и Павлов, где мы вчетвером продолжаем разбираться в автомобилестроении. Вы много раз нас спросили о чем? Говорите, пацаны, вы уже оторвались от мира. Говорите, пацаны, вы уже оторвались от мира. Я сегодня с утра еще был опрятный, довольный, счастливый, чистый. Здоровско все у меня было, пока я не открыл дверь и тот автомобиль не запустился. Следующие 40 минут я просто орал, бегал. Я вчера специально, чтобы сегодня приехать вовремя, все проверил, все работало, выключил массу. Сегодня подхожу, все, он не запускается. Хорошо, что я забрал шестерку вчера. 40 минут мы прикуривались, бегали, прыгали. Естественно, быстрый старт, потом заправка. И я сегодня решил даже не заезжать на мойку, потому что он уже выходит из бюджетов, Артем. Потому что мойка что-то 1250 рублей за мойку за москвич, это 1,6 автомобиля. Да, да, да. Чего-то как-то не сильно хочется. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай расскажем, в чем прикол ДЭС. Мы уже коротко рассказывали, сегодня расскажем подробно. Это один из автомобилей, на которых Денис, Александр, Данил и Николай будут соревноваться в трех гоночных категориях на красном кольце. Как бы это ни звучало. Это звучит, да, парадоксально. Но такие автомобили на кольце не редкость. Я имею в виду в этом ценовом диапазоне, потому что молодые тигриные львы, когда приезжают на кубки водокачки, есть и заряженные, есть и незаряженные. Артем Сергеевич, мы с Данилом провели огромное количество времени, как в старые добрые, в поисках автомобиля. Данил себя быстро нашел, потому что он вообще не принципиальный, поэтому это черная семерка. Я выбирал из москвичей, чтобы не повторяться. Посмотрели мы штуки три за эти же деньги. Ужас и кошмар воплоти вообще. Ну то есть сел, все, у тебя цыпки. А вот этот мы выцепили, мужичок был на работе. Пока мы стояли, его караулили, его приезжало смотреть. Еще несколько человек мы их отпугивали. Все, приехал мужичок, запустил, и мы даже не особо разговаривали, погнали. Он на документах, трехозика, по-моему, 93-й год. Естественно, карп, передний привод. Более-менее адекватное состояние. Приколдес-то в чем? Почему я выбирал такую красивую машину? Что по окончанию гонок, после того, как выяснится, что Данил Александрович в очередной раз всех сделал, а у нас с Коляном легли моторы. Мы подарим эти машины. Это никакие не розыгрыши, потому что мы нормальные пацаны. Мы просто подарим все, что к этому может привести, будет у нас в Телеграм-канале. Можно подписаться, и в какой-то из дней мы скинем локации, где будут стоять тачки с документами, с ключами. Можно будет приехать и забрать. Кто-то скажет, Артем Сергеевич, зачем вы это делаете? Лучше бы увезли на металлоприемку и избавили общественность от этого транспорта, правильно? Да. Но мы-то понимаем, что есть огромное количество тигриных львов, и в том числе львух, для которых это может стать определенным стартом в жизни, и даже кое-где помочь. Слушай, ну и тем более впереди же будет лето, на лето покататься. А дальше уже и видно будет. Ну да просто целиком проебать лето под капотом вот этой машины. Загорелая только жопа. Вот так ковыряться. Я взял баллончик с краской, с черной, поэтому у нас будет сегодня еще легкий тюнинг. Но перед тем, как все это начнется, автомобиль принадлежал очень взрослому мужчине, а у них есть свои секретики. Потому что, ну, если уже не это, то надо что-то с машиной поделать, пойти в гараж, правильно? Тут к чему ни коснись, везде кастом, Артем Сергеевич. То есть там кнопка вентилятора, просто тумблер какой-то от светильника, чтобы попасть под капот. Ну ладно, мы один раз это сделали с Данилом, но вчера пришлось по этому кодовому замку ебануть ключом хорошенечко, загнуть его, чтобы он просто нормально открывался. Я тебе сейчас покажу. Это от одной двери. Это от второй двери. Это секретные от багажника. Это от зажигания. А вот это, вот это, это мы вставляем вот сюда. То есть мы там дергаем за проволочку, у нас чуть-чуть приоткрывается капот. Затем мы вот эту штуку, спецприбор, помещаем вот сюда. Там в металле прорезь. Мы ее туда запихиваем, потом проворачиваем, тянем на себя замок и уже открываем капот. Знаешь для чего это? Чтобы не украли аккумулятор. Все логично. Мы позвали сегодня конкурента, который полностью готов и тоже уже купил себе транспорт. Это Николай, наш друг, который любит Subaru. Николай, здравствуйте. Это сразу набор инструментов. У всех мужчин, да, есть секретики, которые уже немножко приближаются к 35 и плюс 40. Поэтому Евгений Александрович Матонин прислал нам специальный чемодан. Но что там мы пока не покажем. Да, в скором времени вы увидите, для чего и для каких целей он нам будет служить. Хотя догадаться не сложно. Если заходит Николай. Я думаю, вы понимаете, что это не акварельные краски. Не пюпитер или кто он там. Слушай, у тебя что за аппарат? У меня, если честно, пока аппарат под вопросом. Потому что, скорее всего, у него лег мотор в данный момент. Потому что были небольшие репетиции. Вообще 21.05. Но в данный момент я в поиске замены. Если сейчас получится починить, будет 21.05. Если нет, то пока не знаю. Но у меня мало времени. Надо объяснить, что изначально Дис Александрович ту идею придумал. Хотели мы добавить что-то новое, бодрое на канал. И этот проект назывался изначально «Гонки за 50». Но он так и будет называться. Хотя на самом деле у тебя вышло. 65. У тебя, Коль? У меня 60. У Магери вышло. Тоже, по-моему, 55. Данила, я не помню. Ты скидывал же ему деньги. Тоже 55 или 60. Короче, чуть-чуть за бюджет мы вылезли. Ну, потому что сегодняшние реалии такие. Потому что еще одно из правил было. Это купить автомобиль и ничего с ним не делать. Никаких доработок. Никаких нельзя ничего менять. Вот ты купил, и вот сразу он готов к гонке у тебя. Можно только покрасить. И Данил уже покрасил очень патриотично. Очень патриотично. У тебя, братан, я знаю, что с москвичами есть какие-то истории ностальгического характера. Москвичи для меня это дед. А дед это просто история. История на истории. Вот. И как бы мы себе вот такие еще тогда не могли позволить. Но когда были молодыми тигриными, совсем молодыми, у нас вся деревня была завалена 402-ми, 412-ми. И вот эта вся история, которую мы могли себе позволить на лето. Мы там складывались, покупали вместе. Там один на двоих, один на троих. Естественно, тонировали. Тогда на тонировку денег не было. Просто закрашивали краской черной, стеклами. Вот. Отрезали пружины. Ну вот это вот все. Вот это вот все. И проблемы в стране организовывают. Катался на нем лето, грубо говоря. А потом ближе уже к осени он сдавался просто на металл, потому что там умирало вообще все. У меня есть потрясающее про 2141. В гаражном массиве дяденька такой, дядя Борис. Дядя Борис мы его зовем. Вот он с этим москвичом провел времени, мне кажется, больше, чем со всей семьей. Но лет пять назад, уже зная всю историю, рассказываю с другой стороны, я приезжаю в гараж, что-то ковыряюсь, смотрю, москвич стоит напротив гаража дядя Бориса. Я думаю, ну мужик все-таки упертый. Починил. Приезжаю еще через пару дней, стоит. Приезжаю еще через пару дней, стоит. Приезжаю, нету. Думаю, блядь, дядя Борис красава. Вообще молодец, оказывается. Тигрины яростные, блядь. Пришли, открыли гараж. Хотели спиздить машину, поняли, что она не работает, выгнали ее, починили нахуй и спиздили. Понимаешь? Я когда историю узнал, у меня аж отсюда брызнула, у меня истерика была. А мы ходим, типа, ну, бля, молодец, Борис, конечно, что-то делает до сих пор, как красавец. Они, прикинь, выгнали такие, бля, ну, раз уже гараж вскрыли, да что-то делает. Посмотрели, что не работает, привезли, поставили и только потом украли. Вот это, мне кажется, нормальная тема, конечно. У нас есть видео про данный автомобиль в уникальной комплектации, на французском моторе они выпускались, и он там в достаточно хорошем состоянии, можете посмотреть, поэтому здесь коротко. Это АЗЛК 2141, выпускался с 86 по 91 год, последние 5 лет назывался Светогор, закончили. Там не 91, там дальше их выпускали еще? Для 2001-го. А, да, 2001-го. До 2001-го, да, с 86-го по 2001-го, да. Здесь у нас тоже жирный жир, у нас подогрев заднего стекла есть. Такая вот программа. Да, Андрюха меня, кстати, сегодня уже прикуривал внизу еще раз, потому что я пошел парковку оплачивать, и он просто решил, что, ну, хорош, я больше не умею. Пока я сюда ехал, я, естественно, почти два раза выходил из машины, очень яростным молодым парням на BMW пятерке, вот, чуть-чуть не расхлестал, ебучи. А чего они? Ну, у меня не открылось, не открылось, оставлять эту хуйню, я не смог даже наорать. Просто вот так начали делать, а тут тормозов, знаешь, ну, столько же, сколько и у меня осталось терпения на эту машину. Мы хотим вас спросить, допустите ли нам к участию Андрея на его 11-й? Потому что в целом он, как бы, особо уровнем будет не выше на своем, там, инжекторном. Поэтому напишите в комментах, будет справедливо к двум пятеркам старому цивику и вот этому вот 2141 добавить еще 11-ю Андрюхе. Прикинь ты, хотя бы что-то в жизни можешь выиграть, кроме этой работы нам. Так, сейчас, братан, тут не все так просто. Ага, я вижу пружинку эту. Я специально, да, не стал сегодня заморачиваться на какие-то мойки, потому что хочется посмотреть аутентичность. Так, прошу обратить внимание на воздухозаборник. Воздухозаборник выглядит у нас следующим образом. Вот такая у нас труба, зато надежная. Обычная, сантехническая, надежная. Сантехническая, да? Все сюда. Как объяснил мужик, вот эти два провода, если соединять зимой, то машина запускается гораздо лучше. Я думал, он сейчас качает два провода, как в кино Стивен Сигал, делаем чик-чик, выливаем из трубы. Здесь вот у нас масса, давно забытая история. Ну и здесь, естественно, кастомный бензонасос с пружинкой, которая наверх его тянет. Общее состояние, конечно, удручающее. Собственно говоря, печка в доступности. Значит, здесь у нас омывайка, можно все залить, подлить, но она не работает. Как работают здесь дворники? Помнишь, у меня когда был Мерседес, на нем были дворники Кондраты. Кондраты, да. Вот здесь еще хуже. Вот это. Прошу обратить внимание. Это, кстати, нигде ты такое больше не найдешь. Смотри, вот эту штуку открываем. И тут у нас сразу, хопа, свечечку выкрутил. Наждачечка. Наждачечка и прошелся, значит. Здесь у нас вот и шило есть, и лампочки, и все, что тут необходимо, и предохранители. Это нам еще понадобится. Мощно. Да. Ну, машина изначально была, видишь, люди вот, москвичи, когда конструировали такие, ну, делаем говно полное. Да-да-да. Поэтому нужно как можно больше отсеков для того, чтобы положить сюда различного рода шурупы, гайки. Ключи, отвертки. Воронка сразу, чтобы заливать сюда антифриз, потому что он куда-то пропадает. Но стаканы-то целые, номера читаются. Ну, пиздец это, в общем. А год-то какой? Ну, какой-то, видимо, тяжелый был. Не так. Девястрейти, братан. Ну, по зазору сразу все понятно, да? Вопросов не возникает. Антисливочная система. Вот первый вопрос, да? Казалось бы, как? Должна быть какая-то секретка. Но мужик показал, в смысле, как? Вот так. Мы вот так запихиваем пальцы. Вот так прокручиваем ее. Ой, 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 тихо, тихо, тихо. Я уже себе представляю это мероприятие. И пацаны уже уехали от меня. Ну да, это будет эпичная гонка. Еще здесь надо подкрутить карп, потому что ездил же дедушка. Скорее всего, на минимальный расход настроен. Ну вот, братан, как-то так лет шесть назад мы с тобой уехали опять. Да? Так что. Слушай, ну нормально. Ну-ка, а в пол? Это в пол. Это всегда с самого начала было в пол, братан. Блин, ну тогда, конечно. Обратить внимание на тормозную систему. Ё-моё, а это безопасно на такой? Это нет. Это не безопасно даже вот на сорока. Люфт рулевого колеса. Прошу обратить внимание. Видишь, ничего не происходит? Вообще ничего не происходит. Но как только мы начинаем делать... Чуть-чуть что-то происходит. Чуть-чуть что-то делается. Жутко, конечно, от этого все восстановится максимально. Я вообще хотел спросить у тигриных львов и львов. Может быть, нам заиметь такую постоянную рубрику? Я не про гонки. А про покупку и подарок. Да раз в месяц, я считаю, надо делать. Ну раз в месяц, конечно, я сейчас не смогу. Послезавтра куда едешь? В Новосибирск. Что там делать? А, чтобы в очередной раз заняться потрошением своего кошелька. Ну, за Геликом и с Данилом едем. Но не за тем, который хотели. Ну, конечно. А немножко за другим. Да, заодно и с гаражом 54 познакомимся. Так, ну не в горку будет сделано. Но если ты готов... Давай, бессмысленный и беспощадный. Давай. Что случилось? Ты пизда коробки? Не, педаль газа отпала. Блядь, ну конечно мы вообще встали, пиздец. Ну давай, я не знаю, дотолкну тебя. А куда тут? А не, мы сейчас вот так тихонечко назад откатимся. На разгоночную полосу. Так, мы же можем вот так сделать. Сейчас, 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 погоди. Нормально, что там? Как я это люблю. Как я поэтому скучал. Так, ну что-то я пока гонку-то проюбываю. Очень сильно. Так, ну значит, что? А, ну во-первых, надо было с ручника снять. Значит, что могло произойти? Либо отпало тут, либо отпало там. Без Данилу вообще самому все не нравится делать. Так. Ебва, он все-таки быстрый. Так, ну мы от своего все равно не уходим. Ладно, не будем сильно нажимать, прям в пол. Это 40. Это 60. Бля, какие нездоровые звуки. Вот третья хорошая, чувствуешь? Это 80. Это 90. Блядь, пиздец, как страшно, нахуй. Это 100. Вот уже на 90 появляется легкое ощущение неуверенности в происходящем. Да, даже у меня в самом себе есть какие-то сомнения. Я, кстати, вообще, видишь, талантливый пиздец. Жалко, жалко батлы закончились. А мы писали, по-моему. А где он-то писал? Андрей, да что ты делаешь, ебаный в рот? Да не трогай нахуй ничего. Блядь, я сдался, короче. Так я вам же, вы что делаете-то, безумцы? Что я могу сказать с первых минут? Я в ахуй. Не, запах, вот, запах деда сразу чувствуется. Запах москвичины? Запах деда. Да, вот так вот обязательно надо сделать. Она, знаешь, такая вот, я бы ее хотел вот в деревню к себе, знаешь, чтобы приехал. После картофанчика, после грядок, все уже сделано. Ты такой, ах, вечерочком. Пойду поковыряюсь. Картофанчик, да? Пошел, что-то поделал, до магазина скатались. Музычку какую-нибудь холхозненькую сюда, знаешь, эти две SS90, запитанные через усил, чтобы все как положено. Калян. Так не много раз можно сделать на этой машине. Ага. Было чем заняться молодежи, вот. Тачку родителей свистнуть, покататься. А сейчас вот на них смотришь, всем, блядь, скучно что-то. Всем скучно. Все, блядь, выгорают. Вот вы знаете, я говорю, выгорают. Думаю, блядь, вас бы в пуля, нахуй, картошку тяпать. Вот бы вы там выгорали бы. Когда просто от футболки вот так вот, красные полоски. Все у вас, блядь, есть. Макдональдсы ушли с вкусной точки, вот вам, нахуй. Крифси ушел, вот вам Ростикс, блядь. Не скучайте. Не выгорайте, блядь. Не выгорайте. У нас вот, что было, картошка фри. И то, чтобы картошку фри, надо было масло где-то взять. Оно дорогое было, блядь. А картошка, это еще, блядь, больная тема. Картошку, чтобы поесть картошку, надо было ее достать, посадить, потяпать. Потом выкопать. Прополоть забыл. Прополоть, ну, потяпать, прополоть. Столько глаголов, блядь, чтобы просто картошка фри. Все, на белье, сейчас пацаны поедем. Да-да-да, я ждал. Не, москвич, это вот как сепаратор, реально. Бесит, сука. Вот как только начинаешь с ним связываться, все, это вот... Но мне прикалывает, братан, что он это... Что у него есть даже сохран какой-то чуть-чуть. Что типа с этой машиной можно поработать. Он нормально смотрится, да, его... Ему поставить литийшко какой-нибудь. Запчасти, сейчас просто заходишь на всем известные сайты и... Это все можно купить за какие-то вообще копейки. Я про то, что пацанам можно вот... Ну вот, учитесь крутить гайки. Хуле вы в этих телефонах, блядь! Нам налево, братан. Мы, конечно, предполагаем, что может быть в этом чемодане. Коля даже как-то раз чуть-чуть нам поговорился. Ну давай откроем тайну. Что же тут за суковояжи? Евгений Александрович старался долго. Он сейчас не пьет. Время много. Ай, вы еще не знаете, что это за бриллиант. Он совсем скоро появится на канале. Мы ждем, пока выйдет шоу «Разгон». И следом будет просто шедевр. Он специально под нас сделал такой чемоданчик. Чтобы мы могли с кайфом проводить время. И вот так вот а-ля... Ой! Все видно, Паша. Пацаны, 13% девчонок. На прошлой неделе, в субботу, состоялся наш первый стрим на Бусти. Кто не в курсе, имейте в виду. Ссылка на наш Бусти в описании. Пару раз в месяц будем собираться. Следующий стрим будет где-то 30 марта. Ну и фишка-то в чем? В том, что мы объявляем заранее, что будем дегустировать, тестить или о чем говорить, чтобы вы тоже были готовы. Да, предыдущий стрим был похмельно-пельменный. Пробовали несколько сортов пива. Пельмешки варили. И опять накидались. Да, ну и кто перемотал этот автомобиль и еще три автомобиля, сразу после того, как мы будем участвовать в гонках на них между мной, Коляном, Даней и Саней. А мы подарим. В нашем телеграм-канале будет вся информация. Пацаны, 13% девчонок. Я очень сильно надеюсь, что сегодня вы поймали с нами вот этот луч ностальгии, так как это сделали мы с Коляном. Андрюха тоже посидел спокойненько такой, знаешь, понимаешь, что мы не будем гонять, куда-то мчаться, разгоняться на спокойниках. Но не без приключений. Это нормально. К этому нужно быть готовым. Поэтому выбирайте себе тачки по душе, слите за маслом и увидимся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!